Любой сценарий, связанный с проведением какой-то спецоперации на нашей территории, с привлечением незаконных вооруженных формирований, потерпит фиаско. Даже МОСАД, ИОНАР, эти спецслужбы, которые есть, и военная разведка, она попросту проспала. А каждый конфликт, ну, я думаю, это уже набило все москоми, но всегда заканчивается одним итогом. Это разделом речи посполитой. Я думаю, что он в этом регионе будет распространяться не только на Палестину, но и уже и на Ливан. А там, возможно, подтянется и Сирийская Арабская Республика. Дудо, что Туск, они все равно будут пресадить под дудку этих самых американцев. Большинство стран мира уже начинают склоняться к тому, что это не Россия воюет с Украиной, а Россия воюет с НАТО. Андрей Петрович, приветствую. Здравствуйте. Сейчас, по прошествии времени, наверное, можно с уверенностью говорить, что украинский так называемый контрнаступ изначально поставленных целей не достиг. И фронт, насколько я понимаю, он практически стоит на месте. Есть какие-то подвижки то в одну сторону, то в другую, но, тем не менее, сильно линия фронта не сместилась. И это не особо устраивает американцев, которые на вот этот вот контрнаступ возлагали достаточно большие надежды. И, ну, есть такое мнение, что Зеленского сейчас будут усиленно гнать во второй этап так называемый. А как вы считаете нам ждать второго этапа этого контрнаступа? Я думаю, что не было, наверное, ни одного военного специалиста, который бы верил в успех этого контрнаступления, о котором говорили. Все понимали, что те группировки войск и сил, которые создавались, они были недостаточны для того, чтобы продвинуться и достигнуть тех целей, которые, ну, анонсировались. Во-первых, не были выполнены все условия для того, чтобы он был успешным. Не было не завоевано ни господство в воздухе, не было, по большому счету, и огневого превосходства. Да и резервов, которые вы могли наращивать усилия, тоже, по большому счету, не было. Даже по самым, по самым оптимистичным прогнозам, максимум, что отводилось для выполнения задач, максимум, это было продвижение на одном или на двух участках до 70 километров. Это, как оказалось, по самым оптимистичным. Говорить об успехе было, конечно же, невозможно. Цель какая была? Ну, цель это продолжать, конечно же, вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Это нанесение, конечно же, поражения. Это сделать таким образом, чтобы с экономической точки зрения надавить. Ну, как вы видите, абсолютно прошла обратная реакция. Даже тот саммит G20, который проходил, он показал, что итоговая декларация, которая была принята, она, как бы, да, была за прекращение войны, вне всякого сомнения. Но там уже никто не рассматривал Россию в качестве агрессора. То есть, по большому счету, за эти 600 дней, ну, практически за 600 дней, ситуация начала разворачиваться абсолютно в противоположном направлении. И многие страны уже рассматривают Россию не как агрессора, а как именно сторону, которая противостоит Западу. То есть, большинство стран мира уже начинают склоняться к тому, что это не Россия воюет с Украиной, а Россия воюет с НАТО, Россия воюет с Западом. То есть, это, по сути, противостояние двух цивилизаций. Уже даже об этом вопрос стоит, Востока и Запада. И Российская Федерация там находится в качестве флагмана. То есть, тот успех, который бы, если бы Россия достигла три дня, о которых она говорила со взятием Киева, наверное, бы такого результата не принесла. Да, 100% бы не принесла. Россия была погрессором, подвержена санкциям. То есть, по всей вероятности, вот затягивание этого вооруженного конфликта, переход от стратегии сокрушения к стратегии сбора, дает объективно свои плоды. Украина никаких результатов не достигает, да и достигнуть она не может. Для этого у нее нет, по сути, ничего. А вот Запад, извините, находится сегодня на грани, ну, на грани своего, действительно, сфер своих влияния, сохранения своих сфер влияния. Недавно выступление в Балдае Владимира Владимировича Путина. О чем оно было? О том, что эта война не за территории, это война за сферы влияния, за изменение и перехода однополярного мира к многополярному миру. А может, вообще полюбность как таковая будет и не употребляться в этой ситуации. Мы привыкли от того, что существует четкая вот эта ось мира Запад-Восток, но сегодня все чаще начинают говорить, что существует и другая ось. Это север-юг. И те события, которые происходят сегодня во всей стране, во всем мире, они свидетельствуют именно об этом, что вектор очень существенно начинает меняться. И вряд ли Украина и Европа нынешняя будут действительно на острие всех этих событий, а не находиться на периферии. И Запад это прекрасно осознает. Поэтому у них есть вот этот самый шанс, который даст возможность, у них есть шанс, который даст возможность, ну, во-первых, конечно же, отстоять свои сферы влияния и не дать России освободиться от тех пуд колониальных, которым были повешены в начале 90-х годов. То, что касается Соединенных Штатов, хотят ли они второй серии контрнаступа, третьего, да, это будет бесконечно. Пока этот процесс будет продолжаться. Это выгодно с какой целью? Ну, во-первых, Соединенные Штаты ничего от этого абсолютно пока не теряют. Есть задача, которая стоит о том, чтобы немножечко унизить значимость Евросоюза, она четко выполняется. Посмотрите, Германия, которая и так была ограничена в своем суверенитете различными договорами после Второй мировой войны, сегодня, по сути, выведена, ну, в тень, в тень самого Евросоюза. На первое место выходит пока еще Франция, хотя ее тоже задвигают. Ну, тут посмотрите, как начинает проявляться та же самая Польша, в которой начинают выделяться огромные денежные средства, которая фактически не знает ни в чем отказа. За это она получала по 11 миллиардов из бюджета Евросоюза безвозмездно в год, а сейчас планируется до 18 миллиардов. Почему бы так не жить? И самое главное, что вот этот концепт три моря, который предназначен именно городского Евросоюза, опять-таки во главе становится Польшей. То есть переход от империализма к социализму, от социализма к глобализму, а сейчас опять к неоимпериализму, ну, наверное, он находится как раз вот в этой вот штате. И те же самые поляки рассматривают такую возможность дегемоном этой Европы. Для этого они и вооружаются, для этого вот проводится вся милитаризация его, потому что каждое слово политика сегодня должно быть обязательно подтверждено количеством танков, количеством ракет и возможностью вооруженных сил. Украинский конфликт, он будет продолжаться, ну, очень, я думаю, еще продолжительное время, потому что все-таки этот реактив, который необходим для того, чтобы поддерживать горение печи вот этой вот народной проблематики, для того, чтобы постоянно держать Россию, он будет продолжаться, я думаю, еще десятилетия будет двигаться. Но вопрос стоит не о территориальной, действительно, целости, а о изменении сферы влияния. И те, то, о чем говорила Россия еще в декабре 2021 года, о том, что нам необходимо действительно занять Российской Федерацией свое место на планете Земля. Это региональная держава, да, она региональная, но она с очень большими амбициями, а сегодня она становится уже мировой державой с большими амбициями. И я уверен, что она таковой станет. Вот, о том, что откатить обратно блок НАТО, то, о чем договаривали Россия просто попросила, ее не послушали. Ну, чтите, как говорится, Российская Федерация сегодня набирает обороты. А Запад, по сути, был втянут в этот вооруженный конфликт. Да, это называют гибридная война, прокси-конфликт, но Запад туда уже втянут, уже участник этого всего. Они поставляют туда оружие. Хочется сказать, ребята, что вы делаете? Россия все равно придет, откуда прилетали эти ракеты, откуда они поставляли, Россия все равно туда придет. Раз в сто лет мы обязательно ходим восстанавливать ту справедливость на нашей европейской части континента. А что сегодня произошло за эти полтора года, ну, хостиком, а сегодня произошло, по сути, то, что Россия смогла перевести свой военно-промышленный комплекс на военные рельсы. Она смогла сегодня подготовить население к ведению вооруженного конфликта. Она оборудовала соответствующим образом свои территории. Она сформировала мобилизационный ресурс и психологически к этому подготовить людей. А все это вместе говорит о том, что в течение еще непродолжительного времени в мире будет всего одно государство, способное вести глобальный вооруженный конфликт. И это государство будет Россия. Потому что она все для этого сделала. Посмотрите, военно-промышленный комплекс выпускает ежемесячно, ну, по разным подсчетам, понятно, что эти цифры достаточно закрыты, но не менее полутора-двух батальонов современных танков. Она занимается выпуском уже фактически только современных самолетов, такие как Су-57. Ведь все это где-то накапливается. Ведь все где-то это создается, создаются резервы. Россия готовится к долгому противостоянию. Слышал еще, знаете, какую информацию, что Россия способна выпускать до 2 миллионов снарядов в год, что намного больше, чем совокупный потенциал всех стран НАТО. Да, приблизительно в 2-2,5 раза больше, чем совокупный потенциал. Но я думаю, что это очень скромные цифры. А если еще сейчас сложить и потенциал некоторых стран, которые находятся на Дальнем Востоке, с которыми, я думаю, тоже будут заключены соответствующие договоры, и эти страны готовы бороться с империализмом и это никогда не скрывают, то я хочу сказать, что у Запада не очень большие шансы для того, чтобы противостоять Востоку. Хотя, безусловно, Соединенные Штаты на сегодняшний день это гегемон, который будет диктовать все условия. Многие вот даже относятся к очень, как бы, легкомысленно о высказываниях многих президентов. Вы посмотрите, когда Александр Григорьевич сказал, что ЧВК Вагнер собирается прогуляться до Жешево. Но это ведь не случайно было сказано. Неужели вы думаете, что президенту нечего делать, чтобы просто бросаться такими словами? Брошена Польша черная метка. Ребята, готовьтесь. Вам, брошенные поляки, это четко понят. Потом мы их пригласили на наше учение УДКБ, чтобы показать, что любой сценарий, связанный с проведением какой-то спецоперации на нашей территории, с привлечением незаконных вооруженных формирований, потерпит фиаско. А ответ будет у нас молниеносный. Молниеносный. Этот ответ будет однозначно. У нас есть чем защитить страну. И президент недавно совершенно об этом на днях буквально говорил и присутствовал в присутствии всего нашего генералитета. Здесь нельзя ко всем этим вопросам относиться легкомысленно. Если уж заговорили про провал этого контрнаступа, то, как вы сказали, действительно у Украины просто-напросто нет средств для того, чтобы не только наступать, но и вообще в принципе более-менее на равных противостоять России. И о том же самом говорит Зеленский. И в данном случае его очень часто упрекают, что он как попрошайка с протянутой рукой что-то требует, просит и так далее. Ну, с одной стороны, это, наверное, так. А с другой, Запад, когда бросил Украину в топку этой войны, он ведь и обещал ей всестороннюю поддержку, которую по итогу Украина просто-напросто не получает. А как вы считаете, к Зеленскому начинает приходить понимание, что западные партнеры, так называемые, его просто-напросто кинули? Я думаю, он с самого начала это понимал. Потому что Запад только тем и занимается, что всем все всегда обещает. Вы вспомните, какие обещания выполнил Запад. Даже тот же самый Ленд-Лиз, который обещали Соединенные Штаты, так до сих пор непонятно, он заработал или не заработал. Понятно, что американцы, когда захотят, они свои деньги всегда вернут. Вопрос в том, сможет ли Украина вернуть это деньгами или придется расплачиваться чем-то другим. Зеленский прекрасно осознает, что сегодня происходит в мире. Ему деваться некуда. И даже президент Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что Зеленский сегодня делает все правильно. Он крутится как может просто, а крутится он как уж на сковородке. Ему было обещано, а реально это полнейшая зависимость от Запада. Посмотрите, Польше ничего не стоило просто даже сказать о том, что мы прекратим вам поставки вооружения. Для того, чтобы поставить на место ту же самую Украину. И немножечко Зеленского, который подумал, что он может на равных говорить с Дудой. Да не может он говорить с Дудой на равных. По сравнению с ним он никто и ничто. И об этом ему постоянно говорят. Мы хотим, открутим краник. Захотим, закрутим краник. А твое место все-таки должно быть там, где мы тебе указали. Поэтому будь, пожалуйста, добр, сиди на своем месте и выполняй то, о чем мы тебе говорим. Что в принципе Украина и делает. Посмотрите, ему же поменяли министра обороны, всех заместителей министров обороны. Ему поменяли во многом руководство. Во главоте поставили всякие НАБУ и все остальное. Для того, чтобы что? Контролировать все процессы, которые сегодня происходят на Украине. То есть Зеленского держит на коротком поводке. Поэтому что он осознает, что это, что он осознает, это никому не интересно. Его задача просто действовать в пределах того поводка, насколько его отпускает хозяин. Что мы сегодня с вами и видим. Поэтому утверждение о том, что Украина может воевать с Россией на равных, нет. Она может нанести какие-то отдельные поражения. Ну, конечно же, ни о какой победе над Российской Федерацией речи не может идти. Это абсолютно разные. Они даже в разных измерениях находятся. То есть я еще раз говорю, этот военный конфликт нужен просто как реактив. Для того, чтобы действительно разделить и понимать, что для того, чтобы изменить вот это мироустройство, ныне существующее, для этого нужно противостоять гегемонам. Которые просто так свою гегемонию, конечно же, не отдадут и ни на что не поменяют. Вот мы все больше как-то сейчас говорим об американской помощи Украине. Но Украине ведь помогали не только США, даже, наверное, не столько США, как Евросоюз. Хотя понятно, что Европа делала это по большей части именно с подачи Соединенных Штатов. И о том, что Европе вот этот вот конфликт, он совершенно невыгоден, говорят уже очень давно. А как вы считаете, есть ли у Европы шанс обрести какую-то автономию от США? Потому что понятно, что сейчас они во многом от Штатов очень сильно зависимы. А какую автономию они могут обрести? Я еще раз хочу напомнить. В Германии там находятся базы американские, британские. Они контролируют полностью ограничения этой самой Германии, прежде всего, в вопросах ее внешней политики. У него до сих пор даже, давайте скажем честно, нет своей конституции. У него есть только закон, который они там пытаются назвать основным законом. Но при этом конституция, слово, даже не употребляется. У него даже нет мирного договора, договора о мире между этими государствами. Тот московский договор, который был заключен в 90-м году, не является. Мирным договором. Польша. Мы прекрасно осознаем, чьи уши торчат за этой Польшей. Англосаксы. Это британцы и американцы. Американцы стоят, тоже развернули свои базы на этой территории. Дуда, что Туск, они все равно будут прессать под дудку этих самых американцев. Наиболее самостоятельное государство, которое было и есть в Европе, это, конечно, Франция. Оно самодостаточное во всех отношениях, в том числе и в военном отношении. Буквально, ну сколько, ну три, четыре, ну пять государств от силы можно насчитать, которые способны создавать все, образно сказать, от автомата или автоматической штурмовой винтовки до авианосцев и космических кораблей, это пока позволит все Франции. Ну, можно взглянуть со стороны, что сегодня происходит в Африке и в других регионах, где постоянно, если можно так сказать, щемят этих самых французов. Они могли бы, конечно, находиться еще в первом эшелоне, где они находятся, и подменить там собой этот Евросоюз. Но ее сегодня пытаются, эту Францию, затолкать на вторые, а то и на третьи роли. А на вторые роли поставить кого? Турцию, которая рвется туда к первым ролям, и Польшу, которая с третьих пытается на вторые роли. И таким образом, я думаю, Евросоюз просто не имеет никаких шансов вообще поднять эту голову. То есть все задачи, они сегодня решены одномоментно. Первое, это от политические вопросы, о которых я только что сказал, военная зависимость, это второй вопрос. И третий, что германское чудо, и не только германское чудо, это было не что иное, как дешевый газ, который поступал из России, который краник путем перекрытия сегодня. Ну, Германию, как я говорю, потихонечку задвинули в тень. Ну и политики. Конечно же, Олаф Шольц, это даже не госпожа Меркель, давайте скажем честно. А Макрон, это, конечно же, не Шаря де Голи, не Миттеран. То есть это не те люди, которые сегодня способны с собой повести. У них не хватает ни харизмы, ни желания, да и, думаю, и возможностей. Поэтому Евросоюз на данный момент, он отходит на вторые роли. И думаю, что вероятнее всего, не только это ограничится Брекситом, а вот эти вопросы, связанные с Триморием, они не просто так сегодня подняты, и туда входит большое количество стран, именно которые бывшего постсоветского страна, ну, конечно, Австрии, возможно, Финляндии, которые... Я думаю, что шансов сегодня на самостоятельность у Европы становится все меньше и меньше. Вот вы и сказали, что поляков пытаются протолкнуть с третьего места, грубо говоря, в Евросоюзе на второе. Но вот тот же Моровецкий, он прямым текстом говорил, что Польша на это второе место даже в Европе не согласится. Она согласна на первое. То есть, ну, у поляков, наверное, не те амбиции, чтобы быть на вторых ролях. А что такое первое место в Европе? Никто не даст первое место в Европе. Оно находится у Британии, у Соединенных Штатов. А сама по себе самостоятельность, именно как субъекта, во всех отношениях. Конечно же, у Польши такого не будет. Она будет во многих вопросах зависеть от именно англосаксов. И ей деваться некуда. Потому что осознание того, что те 300 тысяч, которые они к 2030 году развернут, да их недостаточно для того, чтобы противостоять России. Поэтому нельзя говорить, что Польша готовится к войне с Россией. Да это глупости. Польша сама по себе, она не может. Мы опять-таки возвращаемся к вопросам неоимпериализма. Только в союзе с какими-то государствами, конфедерацией или в каких-то других вопросах. То есть, объединение в составе какого-то нового образования. Условно, конечно, имперского. Это не империя в том понимании, которое было в 19-18 веках. Такой условный неоимпериализм. А вот это вот Триморье, где дает возможность поднять очень серьезно потенциал этих государств. Там есть Польша, Румыния, Австрия. Конечно, это будет уже очень и очень серьезная сила в Европе. Которая, во-первых, и Старую Европу способна будет задвинуть и поддерживать. И, соответственно, продолжать экспансию на восток, а возможно и на юго-восток. Но здесь, опять-таки, проблема заключается, что восток к этому времени очень и очень сильно усиливается. В том числе и Турция, которая рвется на эти же роли и тоже обладает огромным потенциалом. Тоже несопоставимым с Польшей. Хотя поляки и пытаются перевооружаться новейшими системами. Но именно и людской мобилизационный потенциал, и возможности Турции значительно превосходят возможности Польши. Поэтому Польша в этом случае может только очень сильно и сильно надорваться. Когда прекратится там эта помощь с того же Евросоюза или Соединенных Штатов, никто не знает. Она может прекратиться одномоментно, то есть в любой момент. И разделение именно Запада и Востока, которая раньше шла там, например, по Висли, потом по Одеру, а сегодня уже по Днепру. Ведь может все откатиться и назад. А история об этом как раз и свидетельствует. А каждый конфликт, ну, я думаю, это уже набило все москоми, но всегда заканчивается одним итогом. Это разделом Речи Посполитой. Поэтому сейчас Речь Посполитая-3, ну, я думаю, что Речь Посполитая-4 может не состояться. А может она и состоится в какие-то потом очень-очень далекие, постпотопные условно времена. Поэтому поляки тоже это осознают. Я говорю, что они понимают очень все четко и правильно. С одной стороны, это мощь России возрастающая. С другой стороны, это старая Европа, где не дать главную голову поднять Германию. Германия все равно, это Германия, понимаете, немецкий дух его ничем не перебить. Время пройдет, немцы все равно должны подняться. А когда поднимутся, они вспомнят, чей Бреслав, чей Познань, Данцек и Мемель и прочее все остальное. Поэтому пока Германии дают возможность идти только вот туда, в сторону Литвы. Ну, а литовцы, в свою очередь, что? Ну, литовцы, я думаю, так могут проморгать очень скоро вообще свою независимость, расстаться с некоторыми своими землями. Он защищается от западного соседа, я не случайно говорю от западного соседа, у него западный сосед Российская Федерация, потому что там находится Калининградская область. Ну, условно, я, конечно, говорю, она может просто проморгать вопросы, связанные прежде всего с экспансией Польши в отношении Вильнюса. Потому что поляки на всех картах Вильнюс рисуют свои. И, конечно же, там очень серьезная пятая колонна поляков находится в Вильнюсском крае. И Суваловский коридор тоже педалируется не зря со всеми коммуникациями, которые туда готовятся. И немцы, которые разворачивают свои войска, пока на ротационной основе, но уже говорят о том, что даже министр национального отдела Лансбергес уверяет, что ничего страшного, мы Конституцию нашу подвинем на постоянной основе. Что думаете, просто так они приходят? Или они забыли, чьи мемят? Тоже не забыли, чьи мемят. Вот, и там, кем мы там недавно тоже чьи-то наблюдали. Поэтому проблема на самом деле стоит очень и очень такая жесткая. То, что сегодня вы дружите, а завтра вы поругались, об этом гласит вся история. Вся, абсолютно. И надо вспоминать, как вообще выглядел 20 век, и что собой представляла Прибалтика, что представляла Польша, Германия, и что там происходило после того, и Мюнхенского сговора, и прочих заключений различных договоров и пактов. Вы озвучили такую интересную вещь о том, что вот этой вот 300-тысячной армии, которая готовится в Польше, ее для войны с Россией недостаточно. А для чего в таком случае полякам вот эта вот самая большая, как они заявляют, армия в Европе, как вы считаете? Опять-таки я говорю, что каждое слово политика, оно должно подтверждаться. Конечно же, они и находятся между Молотом и Наковальем. Я сказал, с одной стороны Россия, с другой стороны Германия. Вот, 300 тысяч, тем более, что 300 тысяч – это как? 250 тысяч – это личный состав, который является профессиональной армией, а 50 тысяч – это территориальный оборон. Проблема Польши будет заключаться в чем? В том, что у нее нету резерва мобилизационного еще. Вот это и отличает от той же самой Турции, да, где армия по-прежнему, прежде всего, тоже по призыву. А сегодня новые поставки вооружения, которые пойдут в Польшу, а это и танки Абрамс, и танки К-2 «Пантера», и те же самые пульс «Леопарды», и другие артиллерийские системы, как К-9, и К-239, ракетные системы залпового огня, ПВО, различные там «Патриоты» и все остальное. Извините, а когда людей обучать, если резерва нет? Мы видим, что профессиональная армия не так долго живет. Были озвучены цифры, что Украина потеряла уже порядка полумиллиона людей, личного состава вооруженных сил, полмиллиона. Вы вдумайтесь в эти цифры. Да, может быть, конечно, это та крайняя верхняя цифра, потому что говорят, что средние потери составляют от 400 до 600 человек в сутки. То есть умножим на 600, мы получаем, да, туда 300-400 тысяч стремиться, но если взять покалеченных, раненых, обмороженных и все остальное, что происходило на фронте, то это даже далеко перетягнуть. За 500 тех потерь, которые уже невосполнимы просто. Польша и попросту на новых системах вооружения некого будет ставить. То есть набрать просто пехоту в территориальные войска, в территориальную грунту, да, она может. Те танки, на которых обучались те, которые еще помнят Польскую Народную Республику, и то, что было немножечко позже. Извините, та техника вся ушла на Украину, и там успешно утилизировано уже. У поляков очень серьезная проблема. Либо надо отходить от малых профессиональных армий и переходить обратно к коммуникационной системе, комплектованию, либо, извините, вы что-то немножечко начинаете не понимать в современных вооруженных конфликтах и в современном противостоянии, где мы обратно вернулись и к позиционности войне. А теории малых армий, которые тогда еще продвигал еще в довоенный период Джон Фуллер и Шарль де Голь, она показала свою несостоятельность еще в ходе Второй мировой войны. И об этом однозначно говорили, что должно быть, конечно же, как минимум смешанное комплектование, чем, например, занимается Российская Федерация и в том числе Вооруженные Силы Республики Беларусь. Поэтому в нынешних условиях отказываться именно от этого, конечно же, нельзя. В каком случае комплектуются только профессиональные армии? Это когда необходимо создать какой-то экспедиционный корпус. А ползучая экспансия – это фирменная карточка, конечно же, самой Польши. Ну, а большую армию, я думаю, Польша, в принципе, будет и не в состоянии содержать. И сказать, говорить о том, что да, поддерживать свою марку в регионе она может, но вести крупномасштабную войну, глобальную войну на уровне таких монстров, как Российская Федерация, конечно же, она не в состоянии в одиночку. Но опять-таки мы должны говорить, все мы должны рассматривать исключительно в союзе с другими государствами. И Приморья, на мой взгляд, это именно тот самый союз, который должен во многом, я думаю, быть противопоставлен, в том числе и Евросоюз. Поэтому другого варианта я просто в этой ситуации не вижу, для чего это может понадобиться. Ну, будет воевать Польша или не будет, это, наверное, уже второй вопрос. Но, тем не менее, нас, как ближайших соседей Польши, вот эта вот усиленная милитаризация, она не может не настораживать. И вот совсем недавно в Беларуси были продемонстрированы такие, ну, скажем так, как военные изобретения, как укрепрайоны. Насколько я знаю, для Беларуси это не ново, потому что в ходе Великой Отечественной войны, по-моему, так или иначе, укрепрайоны на нашей территории были. А что они представляют с точки зрения военной стратегии и тактики? Я имею в виду вот эти вот современные укрепрайоны, которые, ну, в частности, в ходе СВО использовались. Ну да, на нашей территории как раз все было, по-моему, на линии Сталина 12 укрепрайонов. Три из них находились на территории Беларусского военного округа. Позже Западного военного округа. Это был Минский, Мозорский, Кейполовский укрепрайон. Три укрепрайона. Вот. И если сказать, то, да, глава государства посетил такое, назвали его узел сопротивления. Вот. Посетил эту часть укрепрайона. Я хочу сказать, что в вооруженных силах Республики Беларусь, когда об этом зашла речь, все отнеслись к этому неоднозначно. То есть нельзя сказать, что все восприняли, ура, ура, давайте создавать эти укрепрайоны. С одной стороны, над всеми давлело, конечно же, это опыт специальной военной операции, где эти укрепрайоны мы видели, как обронялись там в районе Бахмута, в районе Макеевки и так далее. Вот. А с другой стороны, все прекрасно понимали, что опыт тех же предыдущей, например, Второй мировой войны, показал, что ни одна укрепленная линия, давайте скажем так, не сыграла своей роли. То есть обронительных задач ни одна укрепления не сыграла. А что тогда, что она сыграла? Ну, она сыграла что? Очень эффективно используется в качестве музея, музейных экспонатов. Что вот линия Сталина, мы знаем в районе Заславля, что у меня Можино, у линии Зигфрида. Да, это уже оно использовано. Но здесь пошли немножечко по другому пути. Во-первых, было принято решение в этой ситуации не торопиться. И была проведена очень серьезная предварительная работа. В основу поставили науку. То есть никто шашкой не махал. Работу возглавил начальник генерального штаба. И надо отдать должное начальнику генштаба, начальнику ГОУ. Которые очень скрупулезно подошли к этому вопросу. Во-первых, был рассмотрен полностью опыт. Откуда были, какие сильные и слабые стороны. Почему таким образом это происходило. Но, исходя из вот этого ретроспективного анализа, можно сказать, что в поствоенный период укрепленными линиями занимались все государства. Почему? Ну, потому что, во-первых, только что прошла Первая мировая война. И такой вот эталонной операцией являлась Верденская операция. Где свои зубы сломала немецкая армия, германская армия. Потеряла порядка более 600 тысяч человек. И после этого началось. Первое. Это, конечно же, создание укрепленных линий. Укрепленные линии стали создаваться везде, потому что вот Верденская операция показала свою эффективность. Второе. Не было четкой теории и практики применения в то время именно подвижных соединений воинских частей. Не было глубины этого понимания, как применять вот это все, все новости, которые появились в ходе Первой мировой. И третье, конечно же, это сухая реакция. Россия строит укрепленные линии. Давайте и мы будем строить укрепленные линии. Итак, появляется линия Мажино, французов, создаваемая по последнему слову техники. Она, по-моему, там чуть более 400 километров, в глубину там 5-8 километров. Тут же немцы создают свою линию Зигфрегда на 500 километров, там и в глубину до 100 километров. Также начинают создавать всем известную линию Маннергейма в Финляндии, 132 километра и 90 в глубину. Потом создают то же самое и в Румынии. И даже греки создавали свою укрепленную линию Метаксоса. Поляки создавали линию Пилсудского в Полесье. Ну, вы видите, этим занималась и Япония, в том числе. В общем, все занимались укрепленными линиями. Линия Можино, мы знаем, она сопротивлялась чуть дольше, чем Париж. Но тоже было сказано, когда немецкий генерал, по-моему, командующий армией, который штурмовал, он сказал, что линия Можино – это не что иное, как памятник человеческой глупости. Ну, может быть, он, конечно же, и прав, потому что их обошли и взяли фактически с тыла. Конечно же, многие укрепрайоны сражались. Ну, сражались они не больше 10 дней. То же самое и союзные войска прорвали линию Зигфрида успешно на узких участках. Линия Маннергейма. Ну, многие пытаются Зимнюю войну притащить за уши, что, посмотрите, как маленькая Финляндия воевала с Большим Советским Союзом. Ну, забывают сказать самое главное. Да, вначале, конечно, Советский Союз обжегся. Он проведил типичную армейскую операцию. Армейскую операцию, я подчеркиваю. Даже не фронтовую. И, конечно же, в этой операции были свои недостатки и свои недочеты. Ну, а что касается потом, когда переподчинили полностью эту операцию, Мерецкого сняли, генерала Мерецкого оттранили от занимаемой должности, назначили Тимошенко, сформировали фронт, который потом успешно, в течение трех недель завершил эту операцию взятием 13 марта в Выборге. Советский Союз тоже создавал на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Азиатском, в Средней Азии укрепрайоны. По-моему, было порядка 20 таких укрепрайонов. Но после того, когда были определенные соглашения, достигнутые с Китаем, они были вынуждены отодвинуть. И что дальше? И дальше эти просто укрепрайоны были разворованы и уничтожены. Конечно, такой опыт нам был абсолютно не нужен ни при каких обстоятельствах. От такого опыта надо было уйти, потому что само содержание, представьте, укрепрайонов или этих укрепленных линий, это колоссальные денежные средства нужно на это. Сокопать столько в землю, чтобы потом там взнаить. Да народ нам никогда в жизни этого не просит. Для того, чтобы просто провести одну занятие, привезти президента один раз показать, очень четкие слова были сказаны. За показуху ответите, как за дедовщину. И это правильно. Я хочу сказать, что в западном оперативном командовании, где это показывали, там это не пойдут. Говорят, каков полк такой приход. Там командующий такой основатель, полковник Белый, он как раз в этот вопрос очень глубоко погружен. Я бы сказал, что ты командующий такой военный эрудит настоящий. Я думаю, что там вот как раз подход избран очень и очень правильно. Потому что, смотрите, от чего мы отошли. Мы, конечно же, сразу же отошли от понятия укрепленной линии. Нам такое не нужно, и это будет избыточно, и эффективности мы никакой не достигнем. Отдельные укрепрайоны, это в понимании не то, что укрепрайоны, как мы говорим про линию Сталина, линию Зигфрегда или линию Можино, а это именно будет создан такой вот участок, который будет состоять из узлов сопротивления, или тоже можно правильно говорить, очагов сопротивления, которые позволят, прежде всего, которые будут создаваться на определенных и более важных направлениях. Ну, чтобы люди понимали, что такое узел сопротивления или очаг сопротивления. Это участок местности, который подготовлен к круговой обороне, для автономного ведения действий, даже в условиях отсутствия тактической взаимосвязи с соседями. И самое главное, о чем мы стали подходить, что эти все укрепрайоны, помимо того, что должны находиться на основных направлениях, они должны еще обязательно находиться во взаимодействии с ключевыми населенными пунктами. Потому что война сегодня идет за что? За транспортной коммуникацией, то есть дорожные направления, ресурсы и города. А у нас сегодня все транспортные коммуникации проходят исключительно через населенные пункты, а везде, как говорится, непроходимые дороги. Таким образом, вот этот узел сопротивления или очаг сопротивления, он становится основой обороны. А основой обороны чего? То есть основы обороны в плане устойчивости, то есть участок местности, устойчивости которой будет зависеть от обороны. Потому что для того, чтобы успешно обороняться, нужно два основных условия. Это устойчивость и активность. Вот устойчивость будет обеспечиваться именно этим. Второй вопрос, о котором тоже говорил наш глава государства, что это не будет просто сидение в обороне, нужна активность. Так вот, вот эти населенные пункты, вот эти ключевые узлы сопротивления, лечики сопротивления, они будут создавать основу позиционного эшелона, который будет сдерживать наступление и сковывать наступающие войска. А опоясывать его будут как раз активный эшелон, который будет находиться в районах активных действий и воздействовать на противника. А опыт применения лесов, болот и всего остального, прочих военных рубежей, поверьте, у Белоруссии колоссальный, просто колоссальный. Поэтому противник фактически нарвется вот на такую неприступную оборону. Он, по сути, попадет в сеть. И в этой сети он будет вынужден, с одной стороны, блокировать эти населенные пункты, эти укрепрайоны и так далее, теряя свой наступательный порыв и постоянно затративая свои резервы, переводя их из динамических, фактических, вот с одной стороны, а с другой стороны, на них. Теряя тем самым инициативу. С другой стороны, инициатива в этой леснистополутистой местности будет принадлежать в том числе вооруженным силам Республики Белоруссия, которая будет на них воздействовать. Поэтому министр обороны, генерал-лейтенант Кренин очень правильно сказал, мы не дадим пяди своей земли. Но это не значит, что мы не дадим ни пяди своей земли в понимании того, что мы будем защищать все. Военная мудрость гласит, кто пытается защитить все, не защитить ничего. Поэтому будем создавать мы эти. Но здесь самое главное, что сказано, что, и это надо понимать, кто заставит нас сделать шаг назад, он должен знать. Мы обязательно сделаем два шага вперед. Поэтому подготовка вот этих вот укрепрайонов новых совершенно с новым подходом. А я еще хочу сказать, за основу мы во многом брали такое было понятие в ходе Великой Отечественной войны, которое успешно себя показало, это полевые укрепрайоны. Вот за основу как раз мы брали вот такой вот подход. А эти полевые укрепрайоны используются и под Москвой, и под Сталинградом, и в том числе в ходе операции «Погратион». Поэтому я хочу сказать, что подход выбран правильный. Сегодня глубоко начинает прорабатываться теория этого вопроса, глубоко прорабатывается. И самое главное, я хочу сказать, очень правильно прорабатывается и правильный подход, методологический подход, потому что в основу поставили наук. То есть она освещает этот путь. Сегодня мы на практике уже обкатываем эти узлы сопротивления, причем с использованием самых новейших средств, которые были показаны президенту. Там многие сомневались, что это тактический интернет. Да, это очень серьезный ноу-хау, который есть. И сегодня оптизированная система управления не только у нас на оперативном уровне, но и на тактическое звено опускается. И думаю, в течение полугода у нас каждый боец, каждый солдат имеет свою портативную радиостанцию защищенную. И я думаю, что вопросы те, которые ставятся именно, и требования к афтатизированной системе управления тактического звена тоже будут во многом реализованы. А задумки очень и очень хорошие. И перспективные. Вы про эти средства связи, которые с этими знаменитыми хваленными Старлинками сравнивали? Да, 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 да. Это, говорю, ну, вы понимаете, наша земля всегда славилась кулибинами. Это я тоже хочу сказать. И те задумки, которые были представлены, они очень интересны. Сейчас надо посмотреть окончательно все-таки устойчивость. Мы смотрим в плане радиоэлектронного противодействия всему этому. То есть насколько рэп будет эффективен в отношении этого тактического интернета. Ну и, соответственно, я думаю, что характеристики очень высокие. По крайней мере, вот предварительно то, о чем говорили, там никто, конечно же, главу государства обманывать не будет. Там, да, может быть, какие-то ироничные комменты и были у кого-то там написаны. Но поверьте, это дело все очень серьезное. Никто в шутки с президентом в нашей стране не играет. Поэтому должны задуматься над этими аспектами. Ну и те системы, которые были показаны, в том числе и борьбы с беспилотниками, и использование беспилотных летательных аппаратов, как разведывательных, так и ударных, а также использование барражирующих боеприпасов. Это говорит о том, что вооруженные силы Республики Беларусь серьезнейшим образом учли опыт как специальной военной операции. Да, приехал когда-то там ЧВК Вагнер. Мы многое взяли у них по обмену опытом. Конкретно это было связано и с применением прежде всего на тактическом уровне. Ну и я хочу сказать, что мы были на правильном пути. Хотя опыт абсолютно бесценен. Особенно вот новые подходы, связанные с обучением, новые методики, которые есть. Но есть чему поучиться. Но есть чему поучиться, я думаю, есть. И то, что мы тоже передали какой-то своего почевока Вагнера, думаю, тоже будет использован. Это еще раз говорит, что те решения, которые принимаются для усиления обороноспособности нашего государства, это очень правильные решения. И самое главное, они очень-очень своевременные. Сейчас, Андрей Петрович, хотелось бы из Европы, скажем, переместиться на Ближний Восток, где совсем недавно вспыхнул конфликт, который, ну, очень долгое время находился в такой, в дремлющей стадии, скажем так. И здесь хотелось бы узнать ваше мнение. А не считаете ли вы, что переход вот этого конфликта из дремлющей стадии в горячую стадию выгоден тем же, ну, назовем их, поджигателям войны, которые развязали вооруженный конфликт на территории Европы? Ну, то есть речь идет о США в первую очередь. Как вы считаете? Да тут можно с любой стороны посмотреть, кому он выгоден. Даже найти, наверное, кому он не выгоден вообще даже сложнее, чем кому он выгоден. Но, с одной стороны, Европа, я думаю, для всех он был во многом неожидан. Потому что, ну, что уже скрывать, даже МОСАД и АНАП, эти спецслужбы, которые есть, и военная разведка, она попросту проспала. То есть то, как возносили эти разведки и спецслужбы, конечно же, клеймо сейчас поставлено на них, ну, я не хочу сказать, что лузеров, но проспали они конкретно. И тот же самый ЦАХАЛ со своими базами, и те же самые МЕРКАВы, которые все были разрекламированы, оказалось, что подбиваются вообще примитивными средствами. И то, что новейшие танки были захвачены, это говорит о высоком факторе внезапности. Ну, было выпущено там тысячи ракет, о которых было заявлено со стороны ХАМАСа. Ну, я думаю, что ракеты достаточно-таки условные, поскольку потери не очень высокие. Ну, можно, конечно же, утверждать, что никто не бил по мирным гражданам. Но, с другой стороны, тысяча ракет, это, конечно, колоссальные должны быть жертвы. То есть, мы понимаем, что высокая эффективность этих... Ну, вернее, эффективность этих ракет достаточно сомнительна. Но, тем не менее, для того, чтобы даже где-то просто спрятать эту тысячу ракет, это нужно где-то их спрятать. Где этот был МОСАР в качестве спецслуж внешней разведки? Где этот был АНАР в качестве военной разведки? Никто не знает. Чем занималась даже войсковая разведка самого ЦАХАЛа в этих вооруженных силах Израиля? Непонятно. И те то количество беспилотников, парапланов, и все это была полная неожиданность для всего. И оказалось, что этот купол, который они создавали, железный, оказался не такой уж он железный. Уже многие говорят, что напоминают грушлаг. Но тоже к этому надо относиться. Понятно, что с долей иронии. Я хочу сказать, что израильская армия – это серьезная армия. Нельзя говорить о том, что сейчас там БАХ – это государство прекратит свое существование. Нет, и модуляционный ресурс серьезный, и возможности очень серьезные, и опыт колоссальнейший. Ну и самое главное, что союзники у нее уже отозвались первый день в качестве Соединенных Штатов, которые там гоняют свой авианосец по Средиземному морю. Сейчас они говорят, что он пойдет наконец-то туда, к востоку Средиземноморья. Но уже на сегодняшний день стало известно о том, что система ПВО Израиля была не готова к таким атакам. И ракетный запас очень серьезный расходов. Израиль просит Соединенные Штаты, Израиль просит другие страны помочь ракетами. Представляете, что такое там сейчас происходит? Где может для этого железного купола найти Соединенные Штаты ракеты? Она сама развернула то ли две, то ли четыре батареи там в Бахрейне, еще где-то взять оттуда и оголить свои базы. Пойдет ли она на это? Непонятно. На расконсервацию уже поставлены старые системы ПВО. То есть видите, все государства, мы когда говорили с вами о Польше, все государства пользуются старыми запасами. Нельзя от них отказываться отправлять куда-то там в Польшу, на Украину или еще куда-то. Они обязательно пригодятся. Теория мобилизационных армий, она продолжает жить. Кому выгоден этот конфликт? Да я еще раз говорю, он тлеющий, он начался с тех времен, когда его разделили на два государства, на арабское и еврейское. И вот это 50-летие судного дня, в который как раз это все началось, там подтверждение. Если посмотреть на Европу, ну насколько он выгоден там, ну сказать достаточно сложно, хотя отвлечь внимание, может быть, от проблем своих и от проблем Украины, ну это достаточно относительно. Хотя, безусловно, внимание переключится на Израиль. Ирану, ну Иран, еще, как говорится, у него есть там проблемы в регионе нерешенные, это связанные как раз с Закавказьем, то есть с Зангизурским коридором, с проблемами Сюника и построением на своей территории коридора для объединения территория Азербайджана с Нахичеванем. Да и вопросы до конца не решены еще в Сирии. Хотя, конечно, я думаю, Иран где-то рад. Безусловно, что так и случилось. И то, что Хамас сегодня там решает эти задачи, да, а он, конечно, сам бы безусловно не мог это решать. То есть какие-то страны арабские поддерживают. Ну, какие страны? То есть все это происходило на фоне решения каких-то глобальных проектов между Саудовской Аравией и Тель-Авивом. И кому-то было выгодно, чтобы все-таки это все пошло вспять. Сказать, что это невыгодно Российской Федерации, тоже так однозначно утверждать невозможно. Хотя все будут делать, все политики будут выполнять какие-то свои задачи, свою миссию в отношении Израиля. Потому что лобби израильское, лобби еврейское, ну, везде, во всех странах, хоть и не очень серьезное. В том числе и в Российской Федерации, в том числе и в США, и в Европе, и везде. Поэтому конфликт этот очень серьезный, как мы, по крайней мере, по его началу к нему готовились капитальнейшим образом. И я думаю, что он в этом регионе будет распространяться не только на Палестину, но и уже и на Ливан. А там, возможно, подтянется и Сирийская Арабская Республика. Ну, этот регион может ползнуть. Ну, что грех отеять, все этого все равно ждали. Все все равно ждали, что это запылает. Все думали, что будет долгосрочный какой-то проект за Кавказье. Ну, Армения с Треском поиграла в противостоянии Азербайджану, с Треском. Поэтому этот конфликт, он, как говорится, заполыхает все. Передел мира без военного вмешательства не может происходить. Поэтому серия этих конфликтов пройдет везде. Дай бог, чтобы не полыхнула еще Центральная Азия. Слава богу, что вот это то, что происходило в рамках Генассамблеи, в сессии Генассамблеи ООН, С5 плюс 1, когда собрал все страны Центральной Азии. Ну, мы видим, что Российская Федерация сохранила свои, или сохраняет свои позиции в регионе. Недавно Владимир Владимирович Путин встречался с президентом Казахстана Касым Жамартом Кирилевичем Такаевым и встречался с Шавкатом Кирилевичем Мирзвеевым, президентом Узбекистана. И видите, какие серьезные проекты. Много миллиардные, что он много берет, много миллиардные. То есть вот этот вот путь, о котором говорили, север-юг и запад-восток, Российская Федерация продолжает там играть свою немаловажную роль. И думаю, эта роль будет по-прежнему усиливаться. Ну что ж, Андрей Петрович, спасибо вам за такую действительно основательную и рассвернутую беседу. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!